Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий журналист Рустам Вафин. И сегодня мы продолжаем наш цикл, посвященный самым интересным магистским программам, предлагаемым Казанским Федеральным Университетом. Сегодня у нас в гостях представители Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Профессор, доктор филологических наук, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Текстовая аналитика» и руководитель магистской программы «Текстовая аналитика в науке и образовании» Солнышкина Марина Ивановна. Добрый день! Да, и ее магистры Регина Абдрахманова и Илья Томин. Добрый день! Вот. Первый вопрос будет, Марина Ивановна. Кого готовит Ваша магистрская программа? Какие знания, в каких направлениях будут ее работать и выпускники? Еще раз добрый день и спасибо Рустам, что пригласили. Мы на самом деле считаем, что наша магистрская программа особенная, если не сказать самая лучшая. И мы на самом деле долго к ней шли. Когда я говорю «мы», я имею в виду Институт филологии и межкультурной коммуникации, нашу кафедру, конечно, кафедра теории и практики преподавания иностранных языков. Вот. Кого готовим? Ну, самый простой и легкий ответ, да, аналитиков области текста или цифровых лингвистов. Но вот где и они востребованы, кому они нужны, это гораздо более интересный вопрос, наверное, именно об этом вы спрашиваете, да? То есть аналитики текста нужны везде, абсолютно, где есть большие тексты. Там, где текст небольшой, ну, наверное, тоже важно, но в большей степени там, где тексты большие, это, конечно, промышленность, то есть индустрия, это, конечно, бизнес, и там нужны аналитики тех текстов, которые приходят в компанию, и компания должна понимать, что происходит с компанией. Ну, допустим, если мы говорим о туристическом бизнесе, да, это отзывы, ну, это такое достаточно примитивное приложение, использование, да, оно достаточно понятное всем. И, конечно, начиналась программа, и начиналась сама идея с образования, потому что вот тогда, в прошлый раз, когда вы нас приглашали в студию, мы говорили о текстах учебников, ну, наверное, недостаточно, да, и сама идея текстовой аналитики в нашем институте родилась как идея или стремление улучшить тексты учебников. Сначала их проанализировать, а потом предлагать рекомендации того, как это должно быть. Вот, как все это проходило, это достаточно длительная история, я очень люблю об этом рассказывать, но, и, наверное, сегодня удастся об этом поговорить, но сразу скажу вот о том, к чему мы пришли, да, то есть понятно, что лингвисты всегда изучают тексты, и мы с вами говорили о различных стереотипах, да, вот один из стереотипов лингвистов — это человек, несколько странный человек, который все время сидит и считает свои суффиксы. И как бы смешно это ни звучало, и, может быть, для некоторых обидно, это на самом деле так. Мы долго-долго считали суффиксы, не только суффиксы, разные слова и разные предложения. Но вот теперешний этап нашей лингвистической парадигмы, он состоит в том, что мы знаем, что то или иное количество суффиксов в том или ином тексте означает. То есть мы пришли к тем референтным значениям, которые, допустим, есть в медицине или в биологии. Мы с вами идем и издаем кровь, и мы знаем, сколько у нас должно быть гемоглобина, да, потому что у нас есть референтные значения, чтобы показать, что вы здоров. Вот чтобы показать, что текст здоров для четвертого, допустим, класса, да, или для седьмого класса по биологии, у нас тоже теперь есть референтные значения. Вот это очень коротко. Вот в последний момент мне важно немножко расширить, чтобы это было понятнее для наших телезрителей. Правильно я понимаю, что сейчас, условно говоря, по тексту, потому что человек, например, написал, вы можете поставить ему диагноз какой-то. Это в этой сфере. Ну, диагноз имеется в виду психотип, владение языком, что там еще можно выделить? Я думаю, что здесь много достаточно аспектов. Вот то, о чем вы говорите, то есть поставить диагноз... Ну, диагноз в кавычках, я имею в виду. Да, конечно, диагноз в кавычках, то есть в метафорическом понимании, конечно. То есть, если мы говорим о тексте, то текст всегда, лингвисты называют это диалогичностью, он всегда диалогичен. То есть, текст всегда предназначен для кого-то. И самый большой, и самый важный, и самый значимый диагноз – это он работает на слушателя, на аудиторию или нет. И вот если в этом понимании мы используем слово диагноз, то да. Вот именно такие диагнозы мы и ставим. То есть, имеет место коммуникация? Дошел сигнал до слушателя или нет? То есть, воспринята информация, которая была заложена в тексте? Или, еще более интересно, в каком объеме воспринята конкретная аудитория? То есть, вот мы на самом деле располагаемся в здании, где расположена высшая школа журналистики. И здесь готовят журналистов, которые теоретически должны своими текстами, в том числе, доносить какие-то мысли до своей аудитории. Правильно понимаю, что и сейчас вот ваша деятельность, она уже… Это не анализ ручной, да, это анализ машины. И правильно понимаю, что, например, какие-то практические работы наших журналистов, которые здесь вот, будущих журналистов, можно отдать, загрузить машину, нажать кнопку, и там просто машина выдает свет. Это пять, или это два, в конце концов. Что это, да, дойдет до зрителя, до читателя, а это никогда не дойдет. Просто вас не поймут. Это об этом? Это об этом в том числе, да. Но вот возвращаясь к вопросу о диалогичности, да, мы должны очень хорошо понимать профиль читателя, да, или профиль рецепиента, воспринимающей стороны, да. Вот мы с вами уже тоже об этом говорили, когда я читаю лекцию, в которой в аудитории с 80 студентами, я читаю 80 лекций, на самом деле. Потому что меня все, мои 80 студентов, понимают по-разному. Поэтому у журналистов сложнее ситуация, чем, допустим, у учителя или у автора учебника, да. То есть у нас есть усредненные показатели когнитивных и лингвистических способностей школьников определенного возраста. Ну, может быть, несколько обидно, но таких лингвостатистических детей, да. Вот, понятно, что всегда будет парабола, всегда будут какие-то слабые дети, понятно, что будут безумно талантливые, которым нужно будет больше. Я сейчас поясню. То есть, все-таки мой пример журналистов не совсем уверен. Ваш ориентир базовый изначально был на школу нацелен и как раз на тестирование в каком-то смысле детей, да? Да, но то, о чем вы говорите, это же одна из целей, да. То есть, ну, здесь тоже, наверное, достаточно общее место. Мы же знаем, как работают во время избирательных кампаний команды определенных кандидатов. Они же тоже работают на определенные целевые аудитории, да. То есть мы знаем, что может воспринять аудитория и как она может воспринять. Да, и вот эти, это уже мы возвращаемся к караторскому, или идем к караторскому искусству, да. И сексы разножанровые воспринимаются по-разному. Да, начиналось как учебное, конечно, как учебное. Но то, что применимо, это абсолютно во всех сферах, я повторяюсь, да, то есть это есть и индустрия, это есть и entertainment, то есть развлечение, да, бизнес развлечений. И это, конечно, в первую очередь система образования и система здравоохранения. Как написана инструкция к медицинским препаратам, как написана инструкция к установке кресла в машине, очень важно, да. Как написан наш с вами договор страхования, понимаем ли мы его, да, говорим ли мы с юристом на одном языке или на разных языках. И когда я прихожу в банк брать кредит, понимаю ли я банкира или не понимаю, и что он делает со мной, используя то количество терминов, которые он использует, да. Ну, то есть это те бытовые ситуации, на самом деле бытовые, с которыми встречается каждый человек в своей реальной жизни. И вот это движение, движение к простому языку, оно ведь достаточно длительную историю уже имеет. Мы же очень часто забываем свои, в том числе и русские слова, и простые слова. У нас всегда было это стремление к наукообразности. Мой вопрос к нашим дорогим, уважаемым и любимым магистрам. Что вас привело на эту программу? Какая сила, какая мысль, какая внутренняя потребность сделала так, что ваши ноги пришли к Марине Ивановне? Ну, что касается меня, я пришла на текстовую аналитику целенаправленно. Я заканчивала ИМО, лингвистика, теория, методика преподавания. И я наткнулась как раз на эту магистрскую программу, которая включала в себя три вещи, три блока. Это лингвистика, психолингвистика и IT. Вот. Так как у меня была лингвистика как бэкграунд, мне было интересно узнать другие два блока. И эта магистрская программа так умело переплетала все три блока настолько, что они очень тесно связаны друг с другом. И когда я поступила сюда, я была просто поражена количеством студентов, которые пришли сюда абсолютно из разных сфер. Конечно, филологов больше всего у нас, но у нас были люди и из программирования, и из лингвистики, как я, например. Но все... Из бизнеса. Из бизнеса. Из всех трех блоков у каждого было что-то одно. Но здесь объединяются все три. И мне очень это сильно нравится. Вот. Собственно, это одна из причин, почему я сюда пришла. Илья? Ну, наверное, для меня... У меня была такая мечта стать атишником. Но что-то меня в школе как-то туда повело сначала. И я в итоге вышел с дипломом лингвиста. А вот тут так получается, что я мог склеить вот лингвистику и программирование. Тяжело было начать с нуля программирование, но это очень вдохновляет, когда ты что-то делаешь, и у тебя выходит какой-то результат. А ваша учеба в рамках лингвистской программы имеет уже какой-то практический выхлоп в той работе, которой вы уже, возможно, занимаетесь, в тех проектах, которые вам приносят деньги? Возможно. Есть подобные вещи, вот сталкивались вы уже, когда ваш опыт уже находит, вы чувствуете потребность там рынка в этом, что вы знаете, где вы будете зарабатывать деньги, в конце концов, что это нужно. Ну, в принципе, да, потому что всякие технологии в сфере обработки естественного языка или NLP позволяют на том же уровне, как Марина Ивановна говорила, создавать какие-то алгоритмы машинного обучения, которые позволяют определить тональность текста. Как раз-таки в области того, является отзыв позитивным или негативным. На примере огромного количества текстов мы вычленяем оттуда эти закономерности, которые определяют текст как позитивный или негативный, и затем обучаем нашу модель, и эту модель можем имплементировать уже в какой-то программный продукт. Уже имплементировали? Когда-то? Во что-то? Еще на стадии разработки. Еще на стадии разработки. Хорошо. Но мы разработали алгоритм, который позволяет определить в тексте наполненность терминами. Пока что это на уровне текстов общества знания, биологии и истории, но в дальнейшем мы планируем переложить этот алгоритм на другие предметы по школьному курсу. Просто можно я добавлю? Да, конечно. На самом деле Илья скромничает, потому что... Спасибо еще раз за то, что пригласили, потому что все ребята нашей магистрской программы, они достаточно активно участвуют в работе нашей научно-исследовательской лаборатории. Лаборатория тоже называется «Текстовая аналитика». И вот один из проектов, в котором участвуют... Они пока еще не все знают, но Илья-то точно знают. Они участвуют... Это проект, который мы назвали «Рулингово». Это такая цифровая платформа-агрегатор, на которой будет создана... Там достаточно много будет инструментов, но я бы хотела сказать только двух. Первый — это анализатор текста. Вот то, о чем мы с вами говорили. То есть он будет диагностировать текст на целевую аудиторию. То есть на кого ориентирован текст. Илья как раз говорил о том, что одним из параметров, при помощи которых мы оцениваем текст на соответствие целевой аудитории, это количество терминов. То есть есть тексты, в которых много терминов, есть тексты, в которых немного терминов. Одно из исследований, которое мы совсем недавно проводили с моей студенткой по теме силы притяжения, и сравнивали количество терминов в разных учебниках, при помощи которых авторы этих учебников могут передавать эту информацию по силе притяжения. Оказывается, что вот этот диапазон, он может... Вернее, количество терминов может находиться в диапазоне от 200 до 97. Понимаете, оно почти в два раза. Вернее, больше, чем в два раза. То есть очевидно, что когнитивные нагрузки, они гораздо более высокие там, где терминов больше. Для школьников. А школьники одного и того же возраста. Поэтому, конечно, Илья уже включен в этот процесс. Он просто делает сейчас словарь, который может автоматически извлекать термины из текста. Термины вот по биологии, по истории, по обществу, знаниям. Вы сказали, много терминов, мало терминов в учебнике, да? Почему? Причь идет об анализе учебников. Не только учебников, любого текста. Я понимаю, но судя по названию вашей магистской программы науки образования, все-таки фундаментально это связано с учебниками пока, в общем случае. И на самом деле это правильно. Это правильно, потому что гигантская проблема с учебниками. Много или мало? А что должно быть? Золотая середина? Вот это же самый интересный вопрос. Понимаете, это те самые референтные значения, о которых вот я в самом начале заикнулась, да? Референтные значения нашим зрителям надо расшифровывать. Так что вот как раз мы этим сейчас занимаемся. Хорошо. Тогда я вам... Тогда опять вернемся к медицине, да? То есть мы все знаем, что если гемоглобина 75, это мало, да? Гемоглобина в крови 75, это мало. И все это знают. То есть это общее знание, да? А вот количество терминов, сколько должно быть для того, чтобы школьник, ну или любой человек воспринял текст, это не знает, ну, знаем мы. У нас есть священное знание. Вот мы знаем теперь, да? То есть вот еще один пример. Если вы будете читать текст, в котором не будет повторяться ни одно слово, то есть все слова, абсолютно каждое последующее слово будет другое. Вам будет сложнее? Ну, я в какой-то момент просто уснул. Понимаете, да? То есть не будут повторяться в том числе служебные слова, да, там предлоги, союзы и так далее. Вот. Этот текст будет очень сложный. Мы на основе большого корпуса, у нас сейчас уже 24 миллиона словоформ в корпусе, в учебном корпусе русского языка, определили, что нормативным является диапазон между 53, 53, 0,53 до 0,62. Вот это диапазон лексического разнообразия. То есть фактически, ну, один к двум, да? То есть каждое второе слово должно в тексте так или иначе повторяться. Тогда текст воспринимается. И если мы доходим до 0,89, допустим, да, мы проверяли это в экспериментальных исследованиях, вот, текст не понимается, он не усваивается. То есть и есть реально такие учебники для средней школы, ну, мы сейчас оттолкнемся от учебников средней школы, потому что, ну, будет понятнее даже зрителям, что это такое, где вот этот показатель 0,89, который вы обозначили, выше, да? То есть и... И все. То есть такие учебники реально существуют? И они и есть в школах, когда учебник уже заранее известно, что он не воспримется? Я вам после передачи скажу автор, назову автора. Конечно, есть. В этом-то вся и беда. Мы бы иначе, ну, не стали этим заниматься. А эти учебники прямо в казанских школах, вот здесь вот, в округе, у детей, у родителей, которые, наверное, тоже там с ужасом их рассматривают. Ну, вы знаете, вот особенность нашей современной ситуации стоит в том, что сейчас пересматривается федеральная перечень учебников. И мы знаем, что этот процесс начался достаточно давно. И то, что там колокола звенят, это знают все, да? Вот. И вот тот учебник, о котором я говорю, вот там, где 0,89, он, к сожалению, пока остался. Но аналогичный учебник, в котором приблизительно те же самые были данные, он вот сейчас... То есть вся серия учебников, батарея учебников, она вся исключена. А скажите, вы привлекаетесь вот к работе этой комиссии федеральной каким-то образом? Ваши знания, навыки? Мы пока очень юные исследователи. Мы пока очень много публикуемся, выступаем на всех возможных площадках, говорим. Вот. Но нас уже узнают. Нас уже узнают. И я всегда говорю, что мы, в первую очередь, дескриптивисты. Мы описываем ситуацию. Мы описываем ситуацию, мы показываем, что объем с снимаемый в тексте школьникам информации 0,25%. Понимаете? То есть ребенок читает текст и понимает 25% текста. О чем это говорит? А скажите, вот когнитивные способности школьников вы как-то измеряете, условно говоря, там, 10 лет назад и сейчас? Они как-то меняются? То есть учебники надо облегчать, утяжелять? Ну, условно говоря, восприятие вот 10-летней давности и современного, там, школьников современных, они отличаются по своим способностям эти школьники, по своим когнитивным способностям, вот если средним брать. Куда эта кривая движется? Вы понимаете, да, что у нас есть только очень косвенные материалы для исследования, для подобного рода исследований, да, то есть мы можем сравнивать учебники, допустим, советские или учебники 20-30-летней давности, да, и говорить о том, каким образом, какая информация была в прошлое десятилетие и какая информация предоставляется школьникам сейчас, вот, но общая тенденция только к усложнению, только к усложнению. Эта тенденция характеризует и научные исследования, и учебные тексты, это однозначно. Более того, мы же перестали практически с вами читать линейные тексты, мы читаем сейчас с вами не сплошные тексты, а одновременно из нескольких источников, и я всегда привожу пример своим студентам, я помню, допустим, свои, ну, если не ужас, то по крайней мере тяжести, которые я испытывала, когда писала свой первый в жизни реферат, то есть когда нужно было несколько источников привлекать для написания текста по одной теме, это же означает объем короткосрочной памяти и объем оперативной памяти, да, и удержание вот этой научной, как правило, информации в сознании, чтобы потом критически ее проанализировать, оценить эти источники и создать нечто свое, да, вот выплавить. Вот, а сейчас это нужно делать нашим школьникам всегда, понимаете, всегда, потому что у них есть текст учебника, им преподаватели, их преподаватели просят еще проанализировать несколько интернет-источников, а в некоторых случаях им нужно будет еще и сходить в библиотеку и посмотреть там какие-нибудь рукописи. Вот в этом специфика современного этапа работы с текстом, потому что текст перестал быть линейным, он перестал быть сплошным, и в этом основная сложность. У меня опять вопрос к нашим молодым представителям. Регина, когда ты пришла на эту магическую программу, какой ты момент поняла, что вот самое яркое впечатление было, вот самое яркое, что вот да, вот я правильно на этом месте, здесь самый интересный момент, я называю вау, был такой момент, вспомнишь его сейчас? Да, это был момент, когда я познакомилась со своими студентами, со своими однокрупниками, мы все представлялись, и затем была речь Марина Ивановна, когда она сказала, что мы работаем с новыми проектами, с новой информацией, для меня это было очень важно. Когда я училась на бакалавре, у меня было такое чувство, что все, что я пишу, все мои научные работы уже делал кто-то до меня, и даже когда я их писала, были точно такие же темы. Но здесь Марина Ивановна заверила мне, что работы много, что исследовать придется много, что информации непочатый край, и мне было безумно интересно все это узнать, все это прочитать, и сейчас я работаю с новыми технологиями по исследованию текстов, и все, чем я занимаюсь сейчас, никто не делал до меня. Меня вот это вот очень радует и мотивирует. Сайт-трекером? Да, сайт-трекером. Илья работает сайт-трекером по оценке сложности текста при помощи метода ай-трекинга. Илья, твое вау? Мое вау, когда запустился код, мне дали, получается, техническое задание, сделаете алгоритм, который проверяет текст на наличие терминов и записывает их количество и долю. Вот когда он запустился и правильно заработал, я просто подпрыгнул, у меня загорелись глаза, и я понял, ты сидишь-сидишь-сидишь, пишешь-пишешь код, и у тебя что-то получилось, и тебя это сподвигает, чтобы изучать еще больше и еще более углубляться в другие уже технологии, допустим, машинообучение или в работу с нейронными сетями. Есть ли подобные магические программы в других вузах? Две. Два вуза? Да, в РГГУ и в Вышке, в Вышшей школе Комендарии. Чем вы отличаетесь от них? У нас достаточно хорошая база практическая, то есть у нас больше связи с жизнью. Мы теоретизируем, и понятно, что это один из наших лозунгов, да, образование через науку. Но вот то, о чем ребята говорили, и то, о чем мы с вами сегодня говорили, оно реализуется в жизнь вот прямо сейчас. У нас есть автоматический анализатор, который создан и силами наших сотрудников лаборатории, но и силами наших студентов. Там очень большой вклад наших студентов. И этот анализатор, он находится на сайте нашего университета, он абсолютно бесплатен, и при помощи него вы можете загрузить текст и оценить соответствие этого текста определенного, то есть он ранжирует по уровню образованности. То есть если ты получил 14 лет образования, то вот для тебя этот текст, то есть для тебя 7 лет образования, это вот этот текст. Вот что мы делаем. Этого нет ни в Вышшей школе экономики, у них нет такого инструмента, ни в РГГУ. То есть правильно я понимаю, что с помощью Ваших инструментов можно тестировать школьников, студентов вот прямо здесь, сейчас? Это должен быть другой инструмент. Мы сейчас работаем над ним. У нас есть уже тесты более 7 тысяч заданий на оценку пассивного запаса или словарного запаса школьников, ну или вообще человека, да? Вот, это первая часть. А вторая часть, которая будет оценивать в том числе функциональную грамотность, вот этот проект мы сейчас начинаем. Вот я говорила о платформе, то есть сама платформа, она в первую очередь будет содержать, ну или содержит уже, да, потому что мы очень близко к этому подошли, учебный корпус русского языка, в котором находятся учебники из федерального перечня. Там находится наш инструмент по оценке, то есть профайлер, академический автоматический анализатор текстов, и там же будет находиться инструмент по оценке профиля читателя, по оценке словарного запаса, а потом по его навыкам так называемого смыслового чтения или критического мышления. Вы всегда говорите текст. Текст это то, что написано буквами, но помимо текста у нас еще есть речь. Современные методы, современные технологии позволяют речь очень быстро переводить в текст и, соответственно, обратно даже. Есть ли, спланируются ли такие инструменты, когда вы сможете анализировать не текст, а речь, живую речь человека? Мы изучали этот вопрос, сейчас пока достаточно много проблем в этой области, но это, мы назовем это одной из задач, достаточно отдаленных, ну то есть не в этом году, не в будущем году, то есть узнавание голоса и узнавание всех оттенков, это достаточно сложная задача, и она тоже будет зависеть от корпуса, потому что то, что мы сейчас делаем, возможно только благодаря тому, что у нас есть тексты, которые являются образцами. Вот Илья говорил о машинном обучении. Что такое машинное обучение? Это обучение, очень похожее на обучение школьника. То есть сначала ты должен ребенку прочитать много текстов, чтобы он потом мог аналогичные тексты сам создавать, генерировать. То же самое и с машиной происходит. То есть сначала машину надо научить многим учебным текстам и сказать, что норма, что не норма, что хорошо, что плохо, потом машина сама будет автоматически отделять. Да, вот что отрицательно, вот Илья говорил о сентимент анализе, да, от анальности, о том, что звучит отрицательно воздействовать на человека, что положительно воздействует на человека. Сначала машину надо этому научить, точно так же как ребенка. Вот, а здесь вы говорите о речи, вы говорите о звуках, вот такого же рода огромный большой корпус различных образцов звучащей речи нужно иметь в своем корпусе. Для этого должны быть очень мощные технологии, и алгоритмы есть. Почему я этой темой заинтересовался, я объясню. Вообще то, чем вы занимаетесь, это на самом деле изучение сознания человека. Конечно. Изучение сознания человека – это наука будущего по-настоящему, потому что будущее, оно потихонечку будет, видимо, отходить от картезианского представления о науке и переходить к изучению сознания, познанию Бога, в конце концов, если вы в каком-то смысле. И такой инструментарий через тексты, через звуки, условно говоря, можно, ну я вижу такое будущее, да, в футурном, когда ты можешь анализировать и можешь редактировать в конечном итоге, что у тебя идет из телевизора, что у тебя идет из интернета, какой фон в твоей стране, в твоем обществе, в твоем вот маленьком мире. Ты включил, нажал кнопочку, и ты понимаешь, что внутри ты можешь не осознавать, но машина говорит, парень, у тебя тут кортизол вырабатывает. Вот когда мы говорим о негативном тексте, да, это же что такое? Это значит текст, который у тебя вырабатывает кортизол в конечном итоге. Даже не в конечном итоге, ну как одно из проявлений. Соответственно, гормоны радости вырабатывают другие тексты, другие звуки. И вот, мне кажется, нашей стране это очень понадобится в ближайшем будущем. Когда наша страна, наш мир, то пространство, в котором мы живем, перестанет вырабатывать кортизол в большом количестве. А перейдет на окситоцин, конечно, в итоге, да, чтобы это гормоны радости, чтобы люди были спокойные, чтобы меньше было агрессии. Вот. И вот когда я с этой точки зрения рассматриваю вашу работу, я просто вижу там, ну, просто какие-то невероятные перспективы. Я не знаю, насколько она уйдет, но то, что вы делаете первопроходцы в эту сторону, это просто фантастика, ну, на мой взгляд. Спасибо. Вот. Как будет развиваться дальше, я не знаю. Ну, вот, это мне было очень интересно, если бы вот в эту сторону мы пошли, потому что это потребуется нашей стране, нашему миру, нашему вот обществу. Вы знаете, Рустам, наверное, об этом много можно говорить, да, но я очень люблю русское слово сознание. Мы же все чуть слышим там, да, сознание. То есть знание, разделяемое с кем-то еще. А вот с кем еще, это сознание, да, это другой вопрос. То есть очевидно с Богом и очевидно с людьми, которые живут рядом с нами, да? Которое нам послано нам Богом. В том числе. Но тут есть еще один момент, если мы возвращаемся к тексту и возвращаемся к чтению, да? Вот есть такая особенность, которая заключена и в очень короткой формуле и подтверждена очень многими учеными, учеными из разных областей. Она звучит приблизительно так, эта мудрость. Как читаем, так и живем. И вы понимаете, вот в этой мудрости, повторюсь, подтвержденной очень многими учеными и стимул для действий, да, и перспектива. Потому что оказывается, что сложность воспринимаемого социумом знания определяет качество бытия. То есть чем больше мы будем упрощать воспринимаемую нами информацию, и я говорю здесь о гогнитивной сложности, я не говорю о лингвистической сложности. Да, то есть текст должен быть простым, а вот воспринимаемая информация может быть самой разной, да? Вот. И поэтому нам очень интересно разделять вот в той проблеме, о которой сегодня говорили ребята и о которой говорила я, да, на две взаимосвязанные задачи. Оценка лингвистической сложности, сколько там суффиксов и что они делают там, да? И оценка когнитивной сложности, сколько там знаний, сколько там информации, нужно ли там такое, нужен ли там такой информации, объем информации или он недостаточен. Вот о чем идет речь. И какая информация опять, позитивная или негативная? Возвращая, уходя немножко от философии, что очень интересно, философия вашей магической программы, это вообще тема же, да? Конечно. К самой магической программе. Вообще считается, что магические программы живут, я такое слышал мнение, ну, 2-3 года, потом они или что-то убирается. Вообще магические программы это очень живое, почему меня заинтересовало эта тема, это очень живое явление. То есть оно порождено рынком, возможностями вуза в данном случае. И в отличие от того же бакалавриата, что мне особенно интересно, полкалавриата довольно жесткая структура. Она спущена сверху, там утверждена. Магические программы это плод творчества самого вуза, плод творчества кафедр отдельных. И это творчество, в общем, очень быстро оценивается. Оценится тем, что туда идут люди или не идут студенты, да? Туда готовы платить деньги, если она платная программа, да? Или государство в них заинтересовано, когда там много бюджетных мест. Вот. И вот в связи с этим, как давно эта программа работает, и еще одна особенность есть. Некоторые программы начинаются как одни, не меняя названий, но они внутри как-то очень сильно перерождаются. Проходит 2-3 года, и ты видишь, что она подстраивается под потребности интереса студентов, под возможности кафедр, в том числе возможности привлечения сторонних специалистов. Вот эта вот динамика внутри вашей программы, расскажите о ней. Как она живет, внутренняя жизнь этого организма? Спасибо за этот вопрос. Рустам, он на самом деле очень интересен. К сожалению, у нас совсем маленький опыт, да? Мы работаем второй семестр. Это первый набор. И ребята не дадут соврать, когда мы делали набор, он конечно был очень индивидуальным, и очень много времени у нас на этот набор ушло. И я говорила, что я набираю свой курс. Скромно. Говорила, я набираю свой курс. И отбирали, как драгоценные камни в ожерелье. Понимаете? Вот. Отбирали по способности творческие мыслить и двигаться. По желанию развиваться. Как будет развиваться программа? Думаю, что будет развиваться. Она будет развиваться, поскольку она открытая. Она очень открытая. Ребята тоже не дадут соврать. Мы поменяли уже в первом семестре учебный план, потому что мы набрали в большей части лингвистов, чем программистов. Хотя рассчитывали, что у нас будет 50 на 50. Именно поэтому поменяли, сделали в первом семестре больше акцент на математику и на программирование, чем на лингвистику. Вот во втором семестре мы продолжаем такими же темпами с программированием. И включили психолингвистику сейчас. Мы готовим сейчас к новому набору. И вот этот новый набор однозначно будет другим. Мы сейчас хотим проэкспериментировать и попробовать привлечь именно бакалавров из ИТИСа, математиков, возможно, физиков. Посмотрим, что там получится. Но то, что мы будем развиваться и то, что мы очень гибко развиваемся, опять-таки, благодаря помощи института и кафедры, это однозначно. Без этого просто невозможно. Вы привлекаете преподавателей с других институтов, с других вузов, с других городов, возможно, для обучения своих студентов? Это основное было условие с самого начала. У меня был очень неприятный опыт со своей дочерью, которая заканчивала магистратуру, ну, теперь уже больше 10 лет назад. И она мне сказала одна же такую фразу. Не в нашем вузе. Она сказала, мам, ты знаешь, по-моему, они не знают, чем у нас уже учить. Они всему этому у нас научили в бакалавриате. Это тоже была точка отсчета, понимаете? Это тоже была точка отсчета, потому что магистрская программа должна быть вау. И вау не только на уровне эмоций, да, а вау на уровне возможностей после окончания, чтобы меня на расхват брали все работодатели. Понимаете? Ну, мы живем в материальном мире. Мы должны готовить наших детей к материальному миру. Меня заинтересовала ваша фраза, которую я сейчас обращу к нашим дорогим магистрам. Вы сказали, что вы выбирали звездочек, выбирали под себя, выбирали, вот, скорее всего, с очень корыстной целью, что эти ребята помогут вам, они останутся у вас на самом деле, и будут вот эти темы, которые мы и вы обсуждали, развивать дальше. Вам интересно оставаться, ну, под крылом Марины Ивановны и по окончанию магистрских программ, в том числе, вот, заниматься этим проектом? То есть, или вы видите, или вы, скажем так, видите уже свой путь. Возможно, он пойдет под другой траекторией. Стать под крылом Марины Ивановны было лучшее решение моей жизни, так как я также пишу курсовую работу с Марины Ивановны, и как только мы стали как-то больше общаться с Марины Ивановны, я даже проявила себя как организатор каких-либо мероприятий, и мой дебют был довольно интересным, мне это понравилось. То есть, Марина Ивановна дала мне не только программу магистрскую, она мне дала много возможностей, чтобы проявить себя. Вот. Я очень благодарна. Илья? Ну, я не думаю, что стоит оставаться на одном конкретном месте продолжительное время, но я считаю, что оставаться под руководством вообще Марины Ивановны и всех остальных преподавателей, сотрудников лаборатории, сейчас очень, я бы даже так сказал, умное решение, потому что это, в первую очередь, набирание навыков проектной, экспериментальной, творческой деятельности. То есть, участвую в таких вот исследовательских проектах, потом можно будет в других, допустим, организациях, либо опыт переложить, либо появятся какие-то новые уже идеи. Можно я добавлю, да, Рустам? У нас в лаборатории работают два доктора физико-математических наук, кандидаты физико-математических наук, психологи, психолингвисты из Москвы, из Петербурга, из Германии, из Саратова, из Волгограда. И это такой коллектив, в котором, мне кажется, каждая грань ребят, она может проявиться. И я думаю, что к этому разговору можно будет вернуться года через полтора, когда они будут заканчивать. У нас пять семестров, магистратура продолжается, да? Вот. Я думаю, что через пять семестров, через теперь уже четыре семестра, они будут готовы вступить в реальную жизнь и решать реальные задачи. А пока мы их будем пестовать. А вот вы рассказали о тех специалистах, которые приглашены, ну, со всего, ну, не только с университета, но и с других городов, с других стран даже. Людей очень далеких от филологии и массовой коммуникации, да, в каком-то смысле. Мышкультурной коммуникации. А каким калачом вы их к вам привлекли? Что в физико-математических наук доктора у вас работают, что у вас работают специалисты из Германии. Чем им стало интересно работать с вами, обучать ваших студентов? Вы знаете, я думаю, что здесь во всех случаях разговор, конечно, индивидуальный, да, но вот общее направление, оно, как я его вижу, общее направление науки, оно сейчас стоит в том, что мы перестали быть чистыми науками. Вы же об этом уже сегодня говорили, да, то есть больше нет чистой лингвистики, больше нет чистой психологии. Есть психолингвистика, да, и есть цифровая лингвистика сейчас, ну, и много всего разного. Но аналогичная ситуация происходит и с информационными технологиями, то есть с программистами. Я думаю, что никто не обидится, если я скажу, все-таки это технология. Но технологии используются для решения каких-то задач, в том числе для обработки естественного языка, да, для natural language processing, вот то, о чем говорил Илья. То есть им же тоже нужен материал. И когда этим материалом, опять, пресловутые суффиксы, просто ради того, чтобы их сосчитать, это одно, а когда есть конкретная задача и благородная, я не побоюсь этого слова, социальная задача, улучшить эти учебники, потому что, ну, я не знаю, только ленивый уже не говорил о том, как страдают наши дети, и они на самом деле страдают, да. Ведь одна из причин, по которой дети читают то, что они сейчас читают, то есть и клиповое мышление, и вот эти электронные короткие тексты, да, это же одна из причин того, что дети пришли к этому, это потому что те тексты, которые мы им даем, в учебниках в том числе, они плохие. Мы их просто сами отучаем от хорошего чтения, и вот же в чем проблема. Мне кажется, что люди, которые пришли к нам в лабораторию, и которые пришли потом уже и в нашу магистратуру, это люди, высоко заинтересованные, именно в этой, вот в том числе, социальной составляющей. Мы им не платим больше денег, чем в других магистратурах, но мы им даем замечательных студентов, которые заинтересованы, и мы им даем реальную проблему, понимаете, реальную проблему, которую мы решаем. И понятно, что и педагогический коллектив, и коллектив лаборатории, это тоже очень живой организм, да, то есть люди приходят, люди уходят, но текучки нет, то есть есть вот ядро, которое занято этой проблемой. И мы живем в этом вот гибком изменяющемся мире, и мы вместе с этим миром меняемся, и это тоже нормально, естественно. Вы знаете, когда вы сказали о наших детях, которые, в общем-то, вынуждены обращаться к этим клиповым мышлению, потому что то, что предлагает им общество сейчас, это не посильно для восприятия. У меня почему-то возникла ассоциация, знаете, с чем? Борщевиком. Есть такое растение, борщевик, которое сейчас, в общем-то, ну, потихонечку вытесняет экосистемы в России, да, в свое время занесенная сюда, почему-то развившаяся. И вот это засилие учебников, которые неподъемны, требований, которые изначально невыполнимы, да, в образовании, в своей системе. У меня такое ощущение, что это тоже борщевик какой-то, да, который потихонечку заполняет наше пространство, от которого пора уже потихонечку избавляться. Потому что, ну, это, я говорю, не очень хорошее явление. Вот, и вот через такие вещи, которые делаете вы, я надеюсь, наше общество подойдет к тому, что мы будем жить ближе к реальности, больше не соответствует. То есть, что такое жить в реальности? Это значит, когда ты готовишь учебники, которые воспринимаются, которые находятся в оптимальной позиции для восприятия. И это во всех сферах жизни. Вот, это борщевик, который, на самом деле, сейчас идет во всех сферах жизни. Когда мы живем не совсем в реальности, создаем сами проблемы себе, которые и в экономике, в промышленности, в образовании, они все примерно одинаковые. Это немножко, когда мы выпадаем, мы даем задания, даем требования, которые не соответствуют когнитивным способностям человека. Конечно. Вот, и ваша миссия, вот эта вот, в каком-то смысле, миссия ваша гармонизация общества. Она очень прекрасная. Да, она очень прекрасная. И, по большому счету, вот на этой ноте я бы хотел завершить нашу программу. Вот, я, обращаясь к телезрителям, еще раз напоминаю, что мы сегодня обсуждаем самые интересные магические программы Казанского федерального университета. Мы говорим о магической программе «Текстовая аналитика в науке и образовании», которая существует в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Я еще раз представлю наших гостей. Это руководитель магической программы «Текстовая аналитика в науке и образовании», профессор, доктор филологических наук, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Текстовая аналитика» Солнышкина Марина Ивановна и ее магистры Илья Атамин и Регина Абдурахмановна. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова